Коробка с необычным пупсом прилетела из Самары. Негритенку купили в антикварном магазине Питера. Нынешняя хозяйка решила подарить кукле вторую жизнь. Так и познакомилась мастерица из Барнаула. Несколько часов в пути и вот пупс в надежных руках. Вот эта игрушка, вот здесь мы тоже уже осматривали ее, наличие сколов различных, вот здесь трещинок, каких-то потертостей. Вот видите, такое личико в кракелюрах, в трещинках по всему периметру. Юлия говорит, что реставрацией занялась не просто так. Она воплощает жизнь, мечту детства, стать врачом. Но вместо людей она лечит разные игрушки. У каждой игрушки я еще составляю реставрационную справку, где указывается имя ее, годы, когда она была создана, размер, где она находится, проживает, когда она поступила, когда она выписалась. И данные обследования. Многие игрушки, которые попадают к Юлии, чья-то семейная реликвия. Их передавали из поколения в поколение. Люди часто просто плачут, когда видят свои игрушки. Просто на самом деле кажется, что это просто игрушка. Ну, как бы и что. Но ведь за каждой из них стоит целая жизнь, например, какого-то нам дорогого человека. Или это наше детство. Кстати, 8 лет назад Юлия получила государственную поддержку на открытие собственного центра «Алтайский Мишка». Именно Мишка. Ведь когда-то именно он дал начало хобби, которое стало смыслом жизни. Анна Беляева, Дмитрий Денисов. День с толком. Птица. Птица. Птица.